Сидели себе так смирненько, а потом, как будто бы кто-то дал команду, надо же свертиться, надо драться, надо что-то делать. Это всегда так происходит, когда я включаю камеру. Они сидели здесь полчаса без движения, я вышел, думаю, ну сниму. Такие блаженные песики, ну все, вот это позерка, Мирка, Мирка, хватит тебе, Мирка, и на голову мне залезть, во-во, все, облапать меня, хорошо, что у нас нету грязи, а так бы сейчас весь пошел за лапами, все, и ты, Жорка, иди давай на коленку. Прыгай, все меня провожают на работу, давай, и ты, Марсюха, а ты что так смотришь со стороны? Ну ему по статусу не положено проявлять такой вот, он у нас степенный, уже как бы по возрасту. Жорик, он еще молоденький, он на полтора года моложе, Марсюха. Жорик, а что тебе тут, подожди, что это у тебя тут? Стой! А, это листик, я думал это, я думал шрам уже. Ну что, Марсюха, возраст обязывает быть степенным, солидным, а это никакой солидности. Мирка, помаши хвостиком, помаши. Нет, сейчас не хочет. Так смешно, бывает и по часовой стрелке машет хвостиком, и против часовой стрелки. Ну что, засиделись на ступеньках, пошли, прогуляюсь с вами, посмотрим, что там у нас в саду. Жорик, пошли, что стесняешься? Лирик уже там, лирик с утра там, не то что вы. Ну, он уже обход сделал, а мы сейчас знаете куда пройдем? Вот оно, тюльпановое дерево одно, а там есть другое. Смотрите, уже вон, видите, это вот в сумах уже, вон, красные листики появляются, осенние признаки осени. Ну, осень-то по календарю, а у нас, конечно, еще сегодня день такой тепленький, хорошенький. Градусов, наверное, 18 бывает. Вот сейчас я пойду посмотрю, что тут у нас. Это магнолия. Это линкаранская акация. А вот сейчас там у нас признаки осени. Вон он, видите, тюльпановое дерево. Это нетерпеливое, суетливое все. Бегом-бегом все тут пробежит, потом назад вернется. И опять она думает, что я туда пойду, к Кузе. Вот, смотрите. Вот оно, тюльпановое дерево. Красивое. Смотрите, какой листик. Смотрите. Вот он уже, желтенький, осенний. Какие-то нежные листики. Вот оно, деревца. Солнышко сегодня не очень нас балует. Ну, не жарко. С утра я одел даже с ветерочек. А потом снял и одел пиджак. На день три раза переодеваюсь. А к вечеру прогреется. Вообще тогда можно будет в одной рубашке ходить. Ну что, вот пруд мы почистили. Рыбу запустили. Пойду. Посмотрю. Вода прозрачная. Может быть сейчас удастся увидеть крупную рыбу. Запустили много коробка, малька. Вон, видите, даже видно на дне листики лежат. Амирка думает, что это рыба. А где же рыба? Вон рыба стоит, косяк. Видите, он. Вот она. Сейчас подойдем туда. Они близко не подпускают, а рыбы боятся. Собачек они не боятся. Ну как, в смысле, они же маленькие по размеру. И они подпускают их к себе. А меня, конечно, не подпустят. Вон они, видите, стоят. На рейде. Но я увеличу. Вот. Попробую подойти. Плохо так видно. Варсюха, спускайся назад. Ну-ка, пойдем. Уходят. Вот они. Не позволяет близко идти. Вон от них кормушка. Варсюха. Вот она. Мирка, если бы водолазный костюм, она бы поплыла к рыбам. Видите, я подошел сюда. Они ушли на дно. Вот они. Рыбы вот. Не подпускают близко. Вода еще не очень охладилась. Потом, конечно, они уже не будут заходить в воду. Жорик, он всегда в стороне от воды. Видите? Он на достаточном расстоянии. Ну что, ленкаранская акация отцвела, выпустила плоды. Хрюкал, направил на него камеру, перестал хрюкать. Наблюдаю за ними. Они возле меня крутятся. Видели? Сад был открыт. Идите, гуляйте. Но без хозяина нет. И вот крутятся, вертятся. Сейчас я уйду. И они ко мне уйдут. А леник будет целый день в саду. А потом, если мы его забудем, будет... Нет, скулить не будет. Он будет так... Типа того, что забыли меня. Он же боится еще, что... А эти ему дают прикурить, если он остается. Да, кидается на него и наказывает его. Не любят. Они же чувствуют, что он что-то не то сделал. И начинает его... Ну, не лупить. Ну, так это... Сумаков давать. Особенно Мирка. У нас соблюдает дистанция... Ну, как дистанция. Не дистанция, а сейчас... Очередность. Очередность выхода и входа в этот самый... Из сада. Гляньте. Вон они. Видите. Раскрылись плоды мамардика. Ну, что здесь, говорят, вкусно? Вот эти семечки. Вот они их. Их не съедаешь. Просто вот, смотрите, как она. А... Берешь в рот, потом... А потом выплевываешь. Вот, видите. Ну, сейчас я сделаю. Остается. А потом вот это выплевываем. И она опять растет. И получается круговорот мамардика в природе. А вот зеленая роза. Она опять распустилась. Вот это вот надо сорвать. Эти вот три розочки. Осень. Что еще у нас тут? Огурцы висят. Вот они, видите. Мирка вон... А то жорит. А Мирка ходит к грушам. Здесь у нас груши. Вот они. Видите? И она питается ими. Вот. Вон их там сколько лежит. Мира! Иди! А я не подойду близко. Сейчас роса на дереве. Мирка! Иди, Мира! Иди, для тебя вон грушечка! Иди, Мирочка! Иди! На! Иди! На! Ой, это нет, гнила! На, на, тебе хорошую! На хорошую ешь! Ешь! Кусай! О! Все! Иди! Кусай! Она сюда приходит. А Марсик потом начинает отнимать. Ого! Все! Лежала груша. Теперь, оказывается, это то было яблоко раздора, а это груша раздора. А теперь, видите, добыча оказывается. Пошел деловой! У нее своя вот добыча. Груш всем хватит! Но, вы знаете, когда один, вот собачка одна живет, да, она капризная. Это буду, это не буду. Когда в компании, все, в компании они камни друг от друга отнимают. О, видите, пришел, теперь у Мирки отнял. А свое бросил грушу. Вот она. Один жорик он такой, степенный как бы. Более-менее. Вон, Мирка. Опять себя нашла. Пошел отнять и эту надо. Вот собственник, а. Ну, иди, вон, иди. На! На! Отнимал же! Ешь! Ешь! Так, ну что, я пошел дальше. Ну что, и мне тогда грушку съесть. Все есть. А че сейчас? Показываю, как едет. О! Это уже переспело. Сейчас тебе дам. Ну! На! На, это спелое. На, быстрее пока, мальчик. Пока, мальчик. Все! Все! Отнял. Прибежал. На! Мальчик. Не щелкает. Ничем. Тут так заведено. Ну, как в большой семье, знаете как? Там обычно ничем не щелкает. Не трогает Мира. Гневая. Ну что. А! Еще у нас есть унаби. Пошли. Угощу. Унаби. Это такая штука. Даже не знаю. На че она похожа. Ну, говорят, как русский финик. Опа, заросла. Теперь тут пройти. Где-то она тут у нас унаби надо найти. Это персик уже отцвел. Отцвел. От плодоносил отцвел. Вот она. Унаби. Гляньте какая. Иди. Мирка. Мирка. Они сюда приходят и здесь питаются. Что такое унаби? Сейчас покажу. Вот сейчас. Мира. Вот видите. Такая косточка беленькая. Гляньте. Это они за грушу. Видите? Что такое? Фурчат. Марсик бежит. Грушу не бросает. Мирка, иди. На. Она с косточками ест. Вот ты блин. Жорик, ну кто после тебя будет соленую есть? А вот она уже. Видите? Вообще прям созревшая. На. Иди. Сру хозяина-то вкуснее. Жорик. Тебе дать. На. На, Жорка. На. Нет. В нем городская кровь течет. Городская кровь, она еще состоит из печеночки, из паштетиков. Всяких там городских. Ой, видите. Я иду. Видите? Вот здесь сколько. Отгребать надо. Я не знаю, что с ним. Варенье делает или что. Лежит вот. Ну так вкусненько она. А вот меленько, видите. Она вкусная. Сладенькая. Ну, все ж не поешь. Такая прикольная. Вообще просто. Вкус необычный. Хрустящая. Сладенькая. Резкая такая. На что похоже? На грушу похоже. На грушу. Косточка такая. Ну что еще? Яблочки еще есть. Вот она. Яблочко. Райское. Тебе? А как же. Ой. Кисенька, она. Ой. Скулы сводит. На аджику хорошо. Все? Не, не стало. Кислая. Кислая правда. Но мне же надо. По статусу. Показать. Это. Раньше была передача там. Ездил некто. Фамилия Кожухов. Дядечка. Вот он. Все ел. В мире. Все пробовал. Все, что попадется в руки. Все в рот. Сувал. И жучков. И паучков. Все, все. Одних лягушек только не смог съесть. Ну сам разделал. На. Ну ешь. Это. Это хорошенькая. Это сладенькая. Это для меня сладенькая. И вот и я тоже как Кожухов. Хожу. И пробую все. Ну что тут еще. Осень. Вон помидорчики. Висят. Засушенные. Уже их никто не срывает. Видите. Мирка, будешь помидор? На. Ешь. А этот еще не созрел. Какие-то оранжевые помидоры. Цвет у них. Ну и перчик. Я его как-то кабачком назвал. В одной из передач. А оказалось это перец. А я подумал, что кабачки. Вот он. Видите, за листиками притаился. Вот перчик она будет есть. Вот она. Этот вон. Это марсюха. Хрюкает. А вот он перчик. Еще. А это зелененький. Острый, наверное. А то перец болгарский. Вот этот. А это бульдог французский. Вот он. Бульдожка французская. И вон бульдог французский. Везде. Куда ни повернись, везде французские бульдоги. Вот. Буквально повернул камеру. И бульдоги. Вот они. Цветочки какие. Везде бульдоги. И слева, и справа. Вот. В другом бульдоге. Ну что, так мы и до кузи дойдем. Вот они мои тополя. Вот я их посадил. Когда Вова в первый класс пошел. Уже какие большие. Вот один. А вот второй. Тополь. Я вырос на тополе. Все мое детство прошло на тополе. На тетине и на тополе. Еще абрикосы были. На абрикосе. Вот. Получается, кто кого ведет. Или я их веду, или они меня ведут. Ну, уже осталось немножко. Дойдем до кузи. Тоже осенние репортажи пошли. Я показывал весною, летом. А теперь уже вот мы и до осени добрались. А здесь? Здесь у нас что? Здесь у нас Кузя живет. Вот. Пришли кузи. Кузя, наверное, спит. Не видать. И у меня пленка заканчивается. Все. Я заканчиваю репортаж. Срочно садится батарейка. Надо идти на зарядку. Там еще у нас инжир. Вон Мирка. Сейчас еще немножечко. Батарейка пока еще не разрядилась. Вот у нас черепашка здесь живет. А что? Металлик и все. Чугунная. И черепашка, соответственно, чугунная. Ну и тут. Что еще далеко? Вон у нас Катальпа. Вот она тоже Катальпа. Выпустила вот такие вот. Гляньте. Не знаю, для чего они такие вот. Мирка. На. Мира. На. Не знаю, для чего. Ну, видимо, для этого. Делитесь. Ну, отнимайте друг у друга. Все. Батарейка закончилась. Мирка, он зовет меня к инжиру. Все. Репортаж заканчивается. Всем пока. Прогулялись по Александровскому саду. А когда уже заряжу батарейку, тогда сниму второе видео. Ну $0. Ну, спасибо. kg х chapter 3 Продолжение следует...